Всем привет! Меня зовут Смирнова Анна, я офтальмолог. И сегодня я расскажу, продолжу, точнее, разговор про гигиену век. Что мы делаем, если нам что-то попало в глаза? И вообще, как нам понять, что у нас что-то не так с глазами происходит? Ну, первое основное, когда, естественно, что-то попадает в глаза, мы хотим зажмуриться. Это очень неприятное ощущение, острая резкая боль, соответственно, ощущение песка какого-то в глазах. Ни в коем случае нельзя промывать глаза обычной водой, которая у нас в речке, например, если мы на природе. Поэтому, если вы выезжаете куда-то за пределы цивилизации, берите с собой обязательно какие-нибудь растворы для промывания глаз, хотя бы антибактериальные капли, те же левомицетиновые капли, 20 рублей, или там сколько они стоят в аптеке. Носите их с собой, флакончик небольшой, а если что-то попадет в глаза, промыть вы это сможете. Второй момент. Если мы в условиях цивилизации, скажем так, у нас все есть, то мы можем промыть просто проточной водой из-под крана глаз. Как это правильно делать? В первую очередь мы должны посмотреть вообще, у нас есть что-то в конъюнктивальном мешке или нет. Иногда достаточно хорошо видно в уголке глаза или под нижним веком какую-нибудь ресничку, пылинку. Тогда достаточно просто посмотреть наверх и из флакончика, или закапать себе увлажняющих капель, или антибактериальных, там каких-нибудь простеньких капель того же альбуцида или левомицетина. Вот. И, соответственно, из внутреннего угла глаза эту соринку можно легко выпечить. Если же мы чувствуем, что мы вроде как промыли, но ничего не помогает. А еще хуже, если мы чувствуем ее под верхним веком, можно сделать следующее. Я обычно рекомендую делать это лежа. Смотрите вниз, оттягивайте верхнее веко и старайтесь промыть под верхним веком, что у вас там могло попасть, пылинка опять же или ресничка. Лучше попросить это сделать кого-то, кто это будет видеть, куда он капает. В такой ситуации мы тоже можем спокойно промыть конъюнктивальную полость. Не надо бояться, что из конъюнктивальной полости пылинка соринка попадет за глаз. Это невозможно. Конъюнктивальная полость у нас абсолютно герметична. Я почему этот вопрос освучиваю? Потому что некоторые спрашивают, а если у меня линза сползет и уползет под века, она может за глаз уйти? Нет, не может, потому что у нас глаз закрыт. У нас нет, если нет травмы, у нас ничего за пределы конъюнктивальной полости за глаз попасть не может. Вот, ну мы промыли. Соответственно, промыли кипяченой водой или промыли раствором специальным, или антибактериальными капельками промыли. Ходим-ходим, а ощущение песка не уходит. Что пошло не так? Где мы могли ошибиться? Первое, что в этой ситуации, конечно, желательно сделать, это дойти до офтальмолога. Потому что невооруженным глазом очень часто не видно, что у нас происходит на слизистых. Там может быть очень маленькая сориночка, которая воткнулась в конъюнктиву и не смывается. Ее надо физически убирать. Если она под верхним веком, то вы ее вообще увидеть не сможете. Потому что, чтобы ее увидеть, надо вывернуть верхний век. Это манипуляция, которую может сделать, в принципе, офтальмолог или медсестра офтальмолога. Но этому надо специально учиться. Соответственно, офтальмолог за щелевой лампой с большим увеличением может рассмотреть различные нарушения, которые мы там можем увидеть. Бывает так, что никакой пылинки соринки уже в глазу не осталось. Но ощущение песка все равно есть. Почему? Очень часто крупные соринки оставляют мелкие ссадины. Ссадина может быть на роговице, ссадина может быть на конъюнктиве. И она ощущается как инородное тело. Но там уже никакого инородного тела нет. И в этой ситуации мы просто назначаем антибактериальные капли и заживляющие гели. Бывает такая ситуация, что соринка воткнулась, ее надо доставать пинцетом. Соответственно, это офтальмолог тоже делает под местной анестезией. И капельками удаляет инородное тело. Самый тяжелый вариант – это когда у нас прилетает окалина. Окалина – это крошечный кусочек металла, который может попасть в конъюнктиву или в роговицу при работе с железными предметами. В бытовых условиях это может быть банально, когда вы шли мимо трамвайных путей и из-под трамвая что-то вылетело. Такое тоже бывает. И в практике у меня встречалось, что женщина просто шла мимо трамвая и почувствовала, что есть что-то попало в глаз. Пришла на прием к офтальмологу, а у нее там маленькая железная окалина. Она действительно очень маленькая, она меньше миллиметра. Ее надо очень аккуратно удалять, особенно с роговицы, потому что мало того, что это инородное тело погружается в ткань роговицы, она еще и вызывает вокруг себя ожог, воспаление. И такие нелеченные окалины, они, конечно, могут приводить к тяжелым повреждениям, помутнениям. Они самостоятельно не заживают. Надо обязательно обращаться за медицинской помощью. В этой связи, естественно, все знают про меры профилактики, чтобы ничего не попадало в глаза при работе с, скажем так, железными инструментами, со сваркой и так далее. Но, как я понимаю, ситуации бывают разные. И в бытовых условиях тоже может что-то попасть неожиданно в глаз. Особенно, если не сами вы работаете, а кто-то рядом что-то делает, а вы не защищены. Поэтому в любой ситуации, когда вам что-то попало в глаза, вы промыли это что-то, но ощущения инородного тела не уходят, надо обратиться к офтальмологу, надо показать, что там у вас случилось. Возможно, там действительно нет уже никакого инородного тела, и надо просто заживить это все. А возможно, это начало конъюнтивита, потому что один из признаков конъюнтивита – это ощущение песка в глазах. При этом никакого инородного тела там тоже нет, но есть активное воспаление, которое воспринимается как ощущение песка в глазах. И лечится уже совершенно по-другому. Отличить одно от другого без специального осмотра невозможно. Поэтому я рекомендую вам беречь глазки, обращаться вовремя к офтальмологу и не болейте.